Следующий вопрос. Говорит, каково постановление продавать киса? Киса это один из видов огурцов. Говорят, длинные огурцы. А также в общем огурцы. А также баклажанов, а также например куса. То есть кабачки. Каково постановление продавать такие виды овощей? И что подобное этому? Можно ли продавать? Это больше, чем одно сырование. Как это понять? То есть, допустим, у нас плантация огурцов. Например, в нем 1000 огурцов предполагается. То, что вырастет, например, 1000 огурцов. Из них 200 получили свое начало созревания. То есть, если мы сейчас их сорвем, мы можем ими пользоваться, можем их кушать и так далее. Тае, можно ли продавать всю эту плантацию? Или можно продать только вот этот вот, один сбор? Потому что такие вещи, как огурцы и баклажаны, они поспевают один за другим. Правильно ли нет? То есть, они не поспевают одним разом, как яблоки, допустим. Яблоки поспевают одним разом и их собирают одним разом. То же самое финики. Поспевают одним разом, в основном собирают их одним разом. А вот такие вещи, как огурцы, они созревают потихоньку-потихоньку. То есть, люди обычно как делают? Идут по плантации, собирают все, что созрело. Все, что не созрело, пока не трогают. На следующий день приходят, опять что-то появилось, опять срывают. На третий день приходят, опять что-то появилось и так далее. Говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни. И говорит, в общем, слово относительно этого следующее. То, что если человек продает подобные плоды, то есть, имеется в виду такие овощи, которые мы назвали выше. Говорит, не разрешено продавать из этого ничего, кроме того, что уже существует. И то, что можно собрать. А то, что еще отсутствует, этого продавать нельзя. И это мнение Абу-Ханифа, а также Аш-Шафи. Это первое мнение в этом вопросе. Второе мнение в этом вопросе, которого придерживался имам Малик. То, что можно продавать всю плантацию сразу. Потому что, говорит, тяжело отличить того, то есть, тот сбор, который уже созрел, от того, который еще не созрел. И то, что, говорит, еще не выявилось, как бы продается заодно, вместе с тем, что выявилось. Так же, как есть постановление у ученых относительно того, что то, что уже, или то, что еще не вступило в пору своего созревания, следует за тем, что уже вступило в пору своего созревания. То есть, это отдельный вопрос, который у нас придет. Смотри, допустим, есть у человека роща, яблоневая роща, например. И вы видели то, что на двух, на трех деревьях уже начало созревать. То есть, в пору созревания яблоки вступили. Другие деревья еще не вступили. Можно ли продать всю эту рощу или нельзя? В этом вопросе говорят, что это разрешено. То есть, поспевание двух, трех деревьев одного сада считается за начало поспевания всего сада. Поспевание не говорит, что яблонь стали полноценными. Имеется в виду, начали, вступили в свою стадию созревания. Всвоили? И маманик говорит, то же самое касается огурцов. То есть, говорит, но здесь уже, говорит, можно продать даже те плоды, которые еще не появились. Потому что, допустим, яблоки, они все висят, все незрелые. Так и потихоньку начинают созревать. Правильно или нет? А огурцы, говорит, они не такие. То есть, у них есть три стадии. У них есть как бы три вида. У них есть огурцы, которые уже поспели или начали уже созревать так, что их можно собирать. У них есть огурцы, которые еще маленькие. То есть, их еще никто не собирает и ждет, когда они вырастут. И есть огурцы, которые еще вообще не появились. То есть, ты можешь собрать один сбор, через неделю появятся огурцы, которых вообще не было в то время, как ты собирал в первый раз. Вот этот вопрос рассматривается. Можно ли продавать те клады, которые еще не поспели? Не то, что не поспели, которые еще даже не появились. Маммали говорит, это разрешено. Это разрешено, потому что они растут один за другим. Даже если их еще нет, но они вырастут. То есть, если выросли уже одни, то это приведет к тому, что вырастут, значит, и другие. Понятно ли нет? Так говорит имаммали. Почему? Потому что тяжело отличить одно от второго. Человек говорит, может быть, плантация, которую он собирает 10 дней. То есть, это у тебя может быть огород, один парник пошел, собрал, пришел. На следующий день пришел, собрал, ушел. Здесь, говорит, бывают плантации, которые, если 20 человек по этой плантации пустишь, они будут 10 дней ходить по этой плантации, соберут только один сбор. Когда, говорит, они возвращаются через 10 дней, там уже еще целый урожай собран. Понятно ли нет? Это, говорит, сложно отличить. Поэтому, говорит, здесь разрешено. Но говорит, говорит, за нас то, что эти плоды еще даже не были какими, не были созданными. То есть, когда шел сбор первого урожая, этих плодов еще вообще не существовало. Так, были только основы, само дерево. Окуречное есть, а ничего из него еще пока не вышло. То есть, второй стати. Так, как мы говорим о разрешенности продавать то, что уже выявилось. Говорит, и здесь, говорит, не обязательно таким делом заниматься и продавать то, чего нет. Но достаточно продать само дерево. Достаточно продать само дерево. Говорит, нам это, эти слова Ирнухудама не являются верными. Потому что люди, которые обладают плантациями, допустим, огуречными или баклажанными, или что-либо подобное из этих овощей, то они не готовы продавать тебе сами деревья. Понятно ли нет? То есть, они готовы продать тебе урожай, но не готовы продать дерево. Хотят оставить дерево у себя. А также, говорит, потому что то, что еще не начало созревать и не вступило в стадию созревания, может быть в шариате возможность того, что можно продать его отдельно. В отличии от того, что еще даже не создано. А также говорит, потому что, допустим, финики, которые на пальме, которые еще даже не появились, нельзя, говорит, за счет них увеличивать цену относительно самой пальмы. Говорит, вместе с тем, что то, что еще не вступило в пару своего созревания, можно их продать вместе с теми финиками, которые уже вступили в пару своего созревания. Усвоили или нет. То есть, Ибнукудама сейчас что делает? Делает опровержение Имамамалику. Имамалик сказал, можно продавать плоды, допустим, огуречные и так далее, которые еще даже не появились. Но известно, что они появятся. Какой признак того, что они появятся? Потому что появились их, грубо говоря, собратья. Правильно или нет? То есть, часть плодов уже появилась, значит, появится все остальное. Так, здесь Ибнукудама говорит нам. Имамалик говорит, почему? Мы же, допустим, разрешаем продавать пальму, на которой начали созревать некоторые финики, а некоторые еще не начали. Говорит, разрешаем продавать все. То есть, те, которые еще не вступили в начало своего созревания, следуют в продаже за тем, что уже вступило в начало своего созревания. Это правильное мнение в этом вопросе. То же самое говорит здесь. То же самое здесь относительно огурцов. То, что еще даже не появилось, можно продавать как следование. Понятно? А не как основа нам. Ибнукудама здесь делает опровержение. И пытается провести различия между тем, что еще не появилось, и между тем, что уже появилось, но еще просто не начало созревать. И так далее. Приводят различные формы различия. Говорит шеф Мухаммад ибн Хизам. Говорит, в этом вопросе, шеф Мухаммад ибн Хизам выбрали мнение Мама Малика, что это является разрешенным. То есть, огурцов, которых даже еще нет, можно продавать. Говорит, сказал ибн Хайм. Говорит, это обычно говорить невозможно. То есть, что значит невозможно? Отделить то, что еще не появилось, от того, что уже появилось. В таких овощах, как баклажаны, или, допустим, кабачки, или, допустим, что огурцы, и так далее. Идгуа фигаят илхарач вольрусар. В этом, говорит, серьезная сложность и тяжесть для людей. Фа маджуурун ла ямбады. И это, говорит, неизвестно. Невозможно установить конкретную границу. Когда человек идет собирать, уже за ним следующие плоды появляются, другие уже начинают созревать, и так далее. Все происходит быстро. Говорит, ва ла магия аль лукта аль мабиа. Ахи аль кибар ау сагар. То есть, невозможно, говорит, здесь определиться и сказать, что ты конкретно у меня покупаешь. Большой огурец только будешь срывать, или средние огурцы будешь срывать, или все будешь срывать, и так далее. Говорит ауль муталасы, или маленькие огурцы будешь срывать, ау балду залик, или только некоторые из них. То есть, когда, допустим, человек приходит и продает урожай в своей огуречной плантации. Как, говорит, мы с тобой договоримся. Какие я буду огурцы срывать, какие я не буду огурцы срывать. я покупаю у тебя все или не все. Если я у тебя покупаю все, что имеется в виду подо всем? То, что есть сейчас или также то, что появится через неделю? Так, если он скажет только то, что есть сейчас, то как это определить? Если у тебя плантация огромная, я буду собирать ее две недели или три недели, допустим. Понятно или нет? Это, говорит, тяжело определить. Тяжело отличить одно от второго. Вот такую вот мацаа, кабира, джидда. Видишь, бывает такое, что мацаа, мацаа это что? Огуречное поле. Бывает такое, то что огуречное поле бывает очень большим. Так что уже созревший урожай невозможно собрать, кроме как в течение большого количества дней. Так что каждый день уже созреваются новые и новые плоды, которые смешиваются с тем, что еще не собрано. То есть смотри, я говорю тебе, я продаю тебе те огурцы, которые есть сейчас. А те, которые вырастут позже этого дня, я тебе их не разрешаю. Я продам тебе их отдельной сделкой. Ибнамута им говорит, Таид, я пошел собирать эти огурцы. Пока я первый день собирал, передо мной еще 7 дней надо, чтобы собрать весь урожай дальше. Там уже, говорит, появляются вот эти плоды, которых не было, когда мы с тобой договаривались. Правильно или нет? Так, теперь я, говорит, пойду по этой плантации, откуда я знаю, какие плоды были уже, а какие еще только появились, а какие вот созрели и так далее. Это, говорит, невозможно отличить. Это не как яблоки, говорит. Яблоки, они появились, все. Остальные, вторые яблоки уже не появляются на одном этом же дереве. Они либо есть, либо их нет. Правильно? А огурцы, говорит, не так. Ты идешь, собираешь, они у тебя уже впереди, говорит, появляются. То, что ты забрал сзади еще, ладно, можно там усвоить. Допустим, то, что ты прошел, допустим, по плантации и собрал, это твое. Так, пока ты не дойдешь до конца. А то, что ты не забрал, оно продается вторым, повторным, допустим, договором или повторной сделкой. Это можно сделать. Говорит, а как сделать с тем, что тебя впереди ждет? Ты, говорит, собираешь, допустим, смотришь сейчас огурцов столько-то. Завтра смотришь их уже гораздо больше, чем было вчера, когда мы с тобой договаривались. Как, говорит, отличить один огурец от второго? Правильно или нет? Правильно. Говорит, говорит, каждый день появляется новый сбор, который смешивается с тем, что уже было во время договора. И невозможно одно отличить от второго. Это невозможно, говорит, все это сделать, кроме как собрать всех-всех животных или всех-всех людей, которые собрали бы тебе эти огурцы за один день. То есть это тяжело или нет? Тяжело. То есть тяжело набрать столько народу, чтобы пойти и собрать эти огурцы. Возможно, это невыгодно мне экономически и так далее. Усвоили? Говорит, правильное мнение в этом вопросе следующее. Если к этому действительно есть нужда, то это является разрешенным. Как сказали шейху Исламу Тайми, а также Ибн Рухтайм. Что значит нужда? Как мы сказали, если плантация большая и так далее, ее сбор требует большого количества дней или нескольких дней, тогда это может быть разрешено. И это действительно происходит очень часто на больших плантациях и на больших предприятиях. Если же к этому нужды нет, то это не является разрешенным. Как об этом сказало большинство ученых. То есть если плантация маленькая, мы спокойно проходим, допустим, 3-4 человека и в течение двух часов собираем весь огурец, который на ней есть. Здесь уже нет такого, что я могу у тебя купить все огурцы, которые есть, которые появятся завтра, или может быть они даже не появятся, здесь уже такого не пойдет. Собираешь то, что появилось за такую-то цену. Понятно или нет? Завтра приходишь, собираешь заново то, что появилось, или через неделю и так далее. Говорит, если к этому нужду нет, то это делать не разрешено. Далее. 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 Далее.